Братья Гримм, гном, тихогром. Жил на свете Мельник. Был он стар и беден, и ничего-то у него не было хорошего, кроме дочки. Зато дочка вправду была хороша, красивая, весёлая, работящая. Старик нахвалиться ею не мог. Вот раз довелось Мельнику разговаривать с самим королём. Ну, каждому человеку приятно своими детьми похвастаться. Уж такая умница, он возьми да и скажи, есть у меня дочка. Уж такая умница, такая разумница, из соломы золотую пряжу придёт. Король очень удивился. Неужели, говорит из соломы, это мне нравится. Если твоя дочь и в самом деле такая мастерица, приведи её завтра ко мне во дворец. Надо испытать её искусство. Мельник очень обрадовался, а на самом-то деле рано было радоваться. Он, видите ли, попросту хотел сказать, что дочка у него славная рукодельница и может даже из плохого волокна напрясть хорошей пряжи, а из плохой пряжи наткать хорошего полотна. Только и всего. А король подумал, что она и вправду умеет прясть из простой соломы золотую пряжу. В том-то и беда, что короли не всегда понимают, о чём толкуют простые люди. А простые люди не всегда знают, что думают короли. Но как бы там ни было, Амельник очень обрадовался такому почётному приглашению и велел дочке собираться на завтра в гости к королю. Она принарядилась как могла, надела своё праздничное платье, цветную ленточку на шею, колечко на палец и весёлая отправилась во дворец. Раздумаю по дороге о том, что ей велят делать. Ткать, шить, вязать или всего-навсего чистить кастрюли и мыть лестницы. — Ну, пусть что хотят, то и приказывают, — говорила она себе. — Уж я-то не ударю лицом в грязь. Каково же было её удивление, когда сам король встретил её на пороге, отвёл в комнату битком, набитую соломой, велел принести ей прялку и сказал. — Ну вот что, девушка, твой отец рассказал мне, какая ты искусница. — Принимайся-ка за работу. Если ты к завтрашнему дню перепредёшь мне всю эту солому в золото, я тебя по-королевски награжу. А нет, на себя пеняй. Ни тебе, ни твоему отцу не сдобровать. Вам обоим палач отрубит голову на городской площади. И с этими словами король вышел, запер дверь на ключе и вернулся к своим делам. Ах, как испугалась Мельникова дочка. Она была мастерицей на все руки, умела печь пироги, варить пиво, начинять колбасы. Она вышивала золотом по бархату и цветным шёлком по кисеи. Плела кружева лёгкие, как паутина, умела ткать самое тонкое полотно и вязать из шерсти узорные чулки, колпаки и одеяло. Но прясть из соломы золота она не умела. Да и никто не умеет. Целый день просидела бедная девушка, ломая голову над тем, как ей выпадутся из беды. Она плакала, вытирала слёзы своим вышитым передником и опять принималась плакать. Но так ничего и не придумала. Впрочем, она ещё надеялась вечером, когда стемнеет, как-нибудь ускользнуть из этой страшной комнаты. Ведь откроют же они дверь хоть на минутку, думала она. И в самом деле дверь открылась. Ей принесли ужин и три толстые свечи, чтобы она могла работать до рассвета. Но не успела она и с места встать, как дверь снова захлопнулась, и ключ дважды повернулся в замке. А под окном ходили всё время двое часовых с алебардами, да и окно находилось под самой крышей. Разве что на крыльях можно было на него вылететь. Но Мельникова дочка не умела летать, так же, как и прясть из соломы золота. От таких мыслей она заплакала ещё горше, хотя ей казалось, что за день она выплакала все свои слёзы до одной. И вот, когда она уже совсем потеряла надежду на спасение, в углу что-то заскреблось, словно мышка пробирается из-под поля на волю. Солома зашевелилась, и в комнате появился маленький юркий человечек, большеголовый, длиннорукий на тонких ножках. — Добрый вечер, прекрасная Мельничиха, — сказал он. — О чём это ты так горько плачешь? — Ах, как же мне не плакать, — ответила девушка. — Король приказал мне напрясть из этой соломы золото, а я и не умею. — Ну и что же? — спросил человечек. — Мне отрубит за это голову, — ответила она. Человечек задумался. — Да, это очень неприятно, — сказал он. — Ну а что ты мне дашь, если я за тебя напряду золото из соломы? — Цветную ленточку с шеей мою благодарность до конца дней моих. — Очень хорошо, — сказал человечек. Она пододвинула ему свой ужин и зажгла свечу. Ужин он съел с удовольствием, а свечу задул и сказал, что ему и так светло от собственных глаз. После этого он уселся перед прялкой и жжжжи-жжи. Колесо так же зажужжало. Не успела девушка сосчитать до трёх, как вся шпулька была обмотана золотой пряжей. Тогда она отсела другую шпульку, третью, четвёртую. До самого рассвета жужжало колесо прялки. Девушка только успевала подавать человечку шпульки и сматывать в клубки золотую пряжу. И вот в комнате не осталось ни одной соломинки. Человечек взял у девушки обещанную ленточку и пропал, будто его и не было. А тут и король постучался в дверь. Он так и обмер, увидев, что вся солома превратилась в чистое золото. А в одном только он пожалел о том, что комната, набитая соломой, была недостаточно велика. Но комнаты в дворце было много, а соломы на дворе еще больше. Король велел набить соломой от пола до потолка другую комнату, гораздо больше прежней. Сам отвел туда мельникову дочку и приказал сейчас же приняться за работу, если только жизнь ей дорога. Бедняжка ничего не ответила и молча села за прялку, вытирая слезы. Но, когда стало совсем темно, в комнате опять появился маленький человечек и спросил у нее, «Что ты мне дашь, если я и на этот раз наприду тебе золото из соломы?» «Вечную мою благодарность и колечко с пальца. Хорошо». Человечек взял кольцо и снова завертелось и зажужжало колесо прялки. А когда на утро король пришел поглядеть, что поделывает его пряха, он увидел, что она крепко спит, а вокруг нее лежит столько золота, сколько вчера было соломы. Король еще больше обрадовался, но сказать «довольно» у него не хватило сил. Он приказал набить соломой третью комнату. Она была втрое больше, чем обе прежние вместе взятые, и солома в ней помещалась тоже втрое больше. «Ну вот что», — сказал король, — «если ты и эту солому превратишь в золото, ты станешь моей женой королевой». «Ничего, что она простая девушка, мельникова дочка», — думал он, — «на всем свете я не найду себе невесты богаче, чем она». И вот девушка опять осталась одна, а когда стемнело, к ней снова явился маленький человечек и спросил. «Ну что ты мне дашь, если я и в третий раз наприду для тебя золото из соломы? У меня больше ничего нет, кроме благодарности», — ответила она. «Этого мне мало», — сказал человечек. «Ты скоро станешь королевой. Обещай мне отдать своего первого ребенка, и я сейчас же сяду за прялку. А нет, прощай». «Кто знает, что еще будет», — подумала мельникова дочка. «Может, король вовсе не живется на мне? Может, у меня и детей-то никогда не будет?» И она пообещала человечку своего первенца. Человечек опять сел за прялку. И когда король поутру вошел в комнату, он зажмурился и закрыл лицо руками. Вокруг лежало столько золота, и оно так блестело, что даже смотреть на него было больно. Король сдержал слово. Не прошло и трех дней, как во дворце сыграли пышную свадьбу. И мельникова дочка стала королевой. А через год у нее родился ребенок. Королева была очень счастлива, даже думать забыла о человечке, о своем обещании. И вот как-то раз ночью, когда она сидела у колыбели, в углу что-то заскреблось, словно мышка хотела выкарабкаться из подполья на волю. Королева вздрогнула, подняла глаза и увидела, что рядом с ней стоит маленький юркий человечек, большеголовый, длинноругий, на тонких ножках. Ну, сказал он, мое мне. Давай-ка сюда то, что обещала. И он протелул к ребенку свои длинные руки. Ах, как испугалась королева, как горько она заплакала, умоляя человечка взять у нее все драгоценности, все богатства в королевстве, даже мантию и корону, и только оставить ей ребенка. Но человечек стоял на своем. Нет, говорил он, живое, тепленькое, для меня милее всех сокровищ на свете. Тут уж королева едва ли не лишилась чувств. Она упала перед человечком на колени и сказала, что умрет, если он не жалится над ней. И человечек сжалился. Хорошо, сказал он, даю тебе три дня сроку. Если за это время ты узнаешь, как меня зовут, дитя твое останется у тебя. И с этими словами он исчез. Всю ночь королева перебирала в память имена, которые когда-либо слышала. На рассвете она разослала во все концы своего королевства гонцов и велела им разузнать в городах и деревнях, какие где встречаются имена и прозвища. И вот пришла ночь, и человечек опять появился у нее в комнате. Может быть, тебя зовут Каспар? Спросил королева, дрожащим от страха голосом. Нет. Мельхиор? Нет. Бальцер? Нет. Королева называла по порядку все имена, какие только знала. Но человечек всякий раз качал головой и усмехался. Нет, говорил он, меня зовут не так. На другой день она послала гонцов в соседние государства, чтобы узнать, какие имена дают людям в чужих странах. Когда человечек явился к ней, она перебрала самые мудреные имена и прозвища, которые узнала от гонцов. Может быть, тебя зовут Реброхвост? Нет. Крутогор? Круторок? Нет. Лови, догоняй? Нет. Что бы она ни сказала, он твердил в ответ одно и то же. Меня зовут не так. И вот наступил третий день. Королева не могла больше припомнить ни одного нового имени и с нетерпением ждала возвращения своих гонцов, которым велела побывать на этот раз в самых глухих углах и закоулках, в хижинах угольщиков и в пещерах горных пастухов. Один за другим гонцы возвращались во дворец, но никто из них не сказал королеве ничего нового. Наконец вошел последний гонец. Королева доложила. Целый день ходил я по горам и лесам, но не услышал ни одного неизвестного прозвания. Имен на свете меньше, чем людей. Новые люди рождаются, получают старые имена. Я уж хотел было возвращаться домой, да зашел не взначай в такую чащу, где только лисы да зайцы желают друг другу доброй ночи, а человечего духу и не бывало. И тут меж тремя старыми деревьями увидел я маленький-маленький домик. Перед домиком был разложен костер, а вокруг костра плясал человечек, большеголовый, длина руки, на тоненьких ножках. Он подскакивал то на одной ноге, то на другой распевал. Пусть клубится дымок, пусть печется пирог, славный выкуп мне завтра дадут. На земле никому, никому не вдомек, как меня под землей зовут. А зовут меня гном, а зовут меня гном, а зовут меня гном тихогром. Можете себе представить, как обрадовалась королева, услыхав это имя. Она щедро наградила гонца и сел около беля поджидать человечка. Он скоро появился, потирая свои длинные руки и посмеиваясь. — Ну, госпожа королева, — сказал он, — как меня зовут? — Может быть, Франц? — спросила она. — Нет. — Может быть, Кунц? — Нет. — А может быть, Гейнс? — Нет. — Ну так может быть, гном тихогром? — Это тебе сам черт подсказал. Сам черт подсказал, — закричал человечек от гнева, так сильно топнул ногой, что она ушла в землю по самое бедро. Тогда он обеими руками схватился за левую ногу и в ярости разорвал себя пополам.